Музыка Ух ты, как здорово! Родители тоже собрались в концерт смотреть. Я же говорил, что твои мамы с папой современные люди. А что, нашествие вот по этому каналу будет? Какая такая нашествие? Ай, ну вот, папа опять в своем репертуаре. Собрався смотреть рок-фестиваль и не зная, как он называется. А что, Ротару разве в рок-фестивале участвуют? А мы что, будем Ротару смотреть? Да, наша замечательная певица. Не то, что эти ваши финтиплюшки. Между прочим, мы на ее концерт с папой познакомились. Да. Это было так романтично. Да. Червону руку не шукай. Заводная была. Ой, да помнишь, Аркаш. Как? Как такое не помнить? Господи, везде дефицит. А там Жигулевская в буфете. Прекрасное воспоминание. Ну, давайте все-таки переключим. У нас все-таки телевизор сломался. Мы тут, кстати, с Андреей пиво купили. Ага. Ну, какая разница, что смотреть по-то. Я думаю... Дочь, имей совесть, имей совесть. Папа так столько ждал этого концерта. Скажи, Маркаш, скажи. Ждал, конечно, но, может быть, им важнее как-то... Так, мама, ну нельзя же думать только о себе. Чуфяк. Вот тоже мне, да? Как не только о себе думает? Что вы думаете, я ради удовольствия по этим свадьбам бегаю? Честно говоря, да. Да. Вы потом так рассказываете заинтересованно, вот какие там были напитки, какая там была еда, какие там... А почему десерты вообще? А, бредон! Ты побегай с моего. Может быть, тогда на новый телевизор заработал бы. Так, Светлана Алексеевна... Не повышай голос на мать! Что ты думаешь, надел новые вот эти штаны и можешь грубить? А у меня, между прочим, старые штаны. Тем более! Что ты думаешь, в старых штанах можно вякать? Ты иди заработай на новые, понимаешь ли? Тогда вякай сиди! А, вот так вот, да? А вы еще напомните, что я в вашей квартире живу. Кстати, между прочим, ты живешь в моей квартире. Ну все! Хватит, Марина, всему из пределок. Собирайся, мы идем снимать квартиру. Все! Ну не горячитесь, ребят. Пусть горячатся! Куда они пойдут? В этот, в Вигвам Занзенбургийск. Нету в Занзенбургунде Вигвама. Нету! Нету, Света, у них даже Вигвама. А, ну давай-то, папа, не тебе судить. Ты вообще в других городах на денежных купюрах видишь. Пойдем, возьми пиво, собираемся. Я, между прочим, от двух командировок отказался. Один в Череповец, другой в Болгарию. Ну, в Болгарию я так добавлю. Воображай! А, вот же. Две двухкомнатные на четырехкомнатную. Отличный вариант. Ты сказал, отличный вариант? С вашей доплатой. Не, у тебя послышалось. А вообще, хорошие варианты есть? Да полно этих вариантов. Но нам подходят только плохие. Кстати, твои родители действительно согласились разменять квартиру? Да, действительно. Папа сказал, что в Африке привыкли кочевать, а моя дочь не должна шарахаться по чужим квартирам. А вы что, серьезно хотите разъезжаться? Да. А что? Ну, вот я подумала, кто за вас будет гладить, вещи стирать за вот этого телевизора. А, да ты все знаешь уже. Тем лучше, значит, что, сходи и принеси газеты и помоги мне с обменом. Ну, помочь-то не трудно. Вот главное, чтобы только школа была рядом. А то как же вы будете на родительские собрания ходить? Э-э-э, подожди, ты что, с нами решил переехать? Ну, а как вы еще хотите? Вы старых родителей бросаете и еще хотите меня им нагрузку оставить? Есть предложения. Я на приемленных условиях могу помирить вас и родителей. Ну, например, за сочинение по сказкам Пушкина. Так, по-моему, вы делаете проблему из ничего. Юра, я буду ходить к тебе на собрание, а Анри найдет работу и будет зарабатывать много денег. Я сказала по Пушкину, а не на свободную тему. Между прочим, я верю в Анри. Ему просто раньше самостоятельности не хватало. Да, 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 да. Мы начнем новую, новую жизнь, и на все будет отлично. Это что? Как его? Аутотренинг, что ли? Ну, не буду мне мешать. Но вы все-таки подумайте над моим предложением. Вот такие вот теперь молодые. Диктуют, что и когда нам смотреть. А завтра в коридор жить отправят. Но вы же старшие, должны быть мудрее. Анри с Мариной еще совсем дети. Этим детям своих детей уже давно пора иметь. Вот когда заимеют своих детей, поймут, что радости в этом не так много. Света, ну будь ты умней. Ну, это же твоя дочь. Да, она прежде всего жена принца и завтрак. Родители старых вообще со скал сбрасывают. Я фильмы видел. Ну, это японский фильм. Это режиссер Имамура. Нет, 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 Аркадий, ты что-то путаешь. Да какая разница, Япония там или это Африка, Азия, одним словом. Ну, мы же одна семья. Ну, нельзя же нам делить ее на две части. Две части? А что? Слышь, Свет, это идея. Я вообще не хочу ничего с ними иметь общего. Пока мы не разъехались, вот надо вот это квартиру им поделить. Раз, два, четыре. Да, и вот это по-взрослому. Да. А вы еще графики повесьте на стенах. Что, посещение туалета и ванной. И вот этот диван разделите на две части. Свет, слышь, мам твоя, ой, какие правильные вещи были. Надо еще решить, кто будет платить за телефон и за Свет. Да, и питание, что было раздельным. Мама, ну как же я раньше-то не догадалась. Слушай, ну как же молодец какая. Ты гений, мама просто. Вот, вот пусть Марина сама своему Андрею готовит, раз мать на него поменяла. Екатерина Андреевна, вы видите, как мы относимся к родителям? Ваше слово для нас закон. Поверьте мне, как специалисту, это очень выгодный вариант. Двухомнатная квартира в Капутне и однокомнатная в Серпухове. Лучше вы ничего не найдете. Ну да, ну согласятся ли родители ехать в Серпухов? Ой, там такая экология, вы что? Ну, лучшее место провести остаток жизни. А Андрей с Мариной будут проводить остаток жизни в Капутне, да? Да. Тогда их родители точно переживут. Там же экология, там воздух, горстями можно собирать. Геннадий Александрович, а есть еще варианты? Вот, хороший вариант, значит, двухкомнатная квартира в Химках и однокомнатная на Арбате. О, неплохо. Значит, родителям мы отдадим двухкомнатную, ну, а сами на Арбате в однокомнатной поюте. Ну-ка, дайте-ка бумаги посмотреть. Пожалуйста. Там же однокомнатная с подселением. Да какое подселение? Бабушке с 75 лет. Ну, год-два потерпи. А если шутким характером попадется, она и вас переживет. Марина, я не понимаю, кто разъезжается, вы или ваша глубоко уважаемая подруга? Скажите, пожалуйста, может быть, есть еще какой-нибудь вариант, а? Ну, я не знаю. Есть, значит, последний вариант. Вот, меняю две двухкомнатные на четырехкомнатные. Одна квартира в Крылатском, другая в Кумцево. О, ну, так а что же вы сразу не сказали про этот вариант, а? Так он и сейчас тебе не сказал, что в Кумцево с частичными удобствами. Понимаете, Геннадий Александрович, мы-то с мужем вот обеими руками за, а вот родители, я боюсь, на частичные как-то вот не согласятся. Ну, и живите дальше вместе. В конце концов, скандалы, это не смертельно. Попреки родителям можно потерпеть. Подождите, что вы там говорили про Кумцево? Вот это деловой разговор. Так не годится, сынок. Ты почему в ванной свет не выключил? Ну, что за тобой, по пятам ходить, что ли? Да я его даже не включал. Я в ванной еще и с утра не был. А-а-а, значит, он сам включился. Или к нам незаметно соседка пришла и забыла выключить. Может быть. К вам незаметно соседка пришла? Я-то не знаю, вам-то видней. Дядя Аркадий, это я в ванной свет забыл выключить. Зря вы, Андрей, ругаете. Да ничего, ему полезно для профилактики. А потом, когда переедет, то я ему тогда в подарок прожектор подарю. Пусть в ванной установлен. Наконец-то, хоть какой-то подарок за три года. Сегодня вечером придет риэлтор. Мы, наконец-таки, с вами разъедемся. И будем сами платить за электричество. Ха-ха, если есть чем. Может, вы будете разъезжаться из-за того, что не могли поделить Ротару и нашествие? Нет, Юра. Просто мы с мамой уже три года это нашествие терпим. Юрочка, мы должны помирить наших и помешать им разменять квартиру. Идеи есть? Я могу Маринке телевизор, ремонт отнести. И это все? Нет. Ради своих близких мы должны быть готовы на подвиги. Ладно, я заплачу за ремонт. Да нет, дело не в этом. Деньги на ремонт я дам. Нужно отвадить риэлтора. Может, что пугать его? О, это я могу. Два у нас в деревне девчонок. Да в визгу доводил. Им засудишь лягушку за шерот. Алика! А может быть сказать, что мы все здесь ненормальные? Ну, когда он это сам поймет, когда дома у нас все будут. Юра. Екатерина Андреевна, не волнуйтесь. Что-нибудь придумаем. Ослужим риэлторам по высшему разряду. Нет, нет, нет. Да нам звонили, нам звонили. Да ты что, не можешь один звонок от двух отличить? Я могу, но вот ученые считают, что в старости намного хуже слух. Ты на что это намекаешь? Здрасте. Ну, что вы не открываете соседей? Я уже седьмой раз звоню. Здравствуйте, Валентина. Здрасте. Вы присаживайтесь. Чай, кофе. Да, спасибо. Стой! Ты сейчас из моей банки насыплешь. Валентина, ты к кому пришла? К вам, а к кому же еще? Не садись! Ты скажи конкретно, ты к кому? К нам с Аркадьем или к этим двум выскочкам? А это кого-то вы выскочками называете? Если хотите знать, то я знаете что? Я могу сесть. Нет? А я к вам лучше попозже зайду. Ой, ну заходите. Вот мы с Мариной будем очень рады. Да. Заходи, Валя, к Марине с Андреей, если хочешь вчерашнего чая без варенья. У них сейчас диетическое меню. Проверк. Еще проверк. Сейчас будет пограничный конфликт. Ну что с моей территорией? Ты видишь? Ты видишь, что я сижу на своей половине? И скотч, между прочим, покупала я. Так что имею полное право на нем сидеть. Вот-вот. Ничего в дом, кроме скотча, не купил, а права качаешь. И что же это такое творится, а, господа хорошие? Ну, раз уж мы договорились, так давайте. Давайте вести себя в соответствующее, а? Что случилось, миленький? Грунда. Светлана Алексеевна вместо своего сыра нашу колбасу взяли. Мы в школе ябедом темную устраивали. Каша, а Анри брал твою пену для бритья? Темную, говоришь? Я ничего не брал. Я ничего не брал. Я вообще несколько дней уже не брился. Она тебе вообще, систина, не видна. А, ну, ты, наверное, не важно. Ты ванну занимал на полтора минуты дольше, чем обычно. Я его чинил. Он опять расшатался. Я его чинил. Сантехника! Сантехника в руках дикаря это кусок железа. Не смей трогать. Понял? А пусть лучше Анри трогает. Он, по крайней мере, не сломает ничего. А ты, между прочим, сними-ка футболку. Иначе забудешь, как тапочки. Ах так. Иначе. Ириди, пожалуйста. Что обереть от меня? Голым ходить буду. Давай-давай. Хотя бы тараканов распугаешь. И то пользы. Ну вот. Спасибо. ПАПА! Вольника моя футболка. Была. Мама, ты не одолжишь мне свою швейную машинку, а я тебе там своим федом попользуюсь. Вот видишь, мать, дорогущую машинку хотят на какой-то копеечный фед поменять. Мариночка, ну зачем вам жить отдельно? Ну, кто за вашими детьми будет присматривать? А потом в преферансию будете вдвоём играть? Ой, бабушка, детей в ясные отдадим, ничего страшного. А вот насчёт преферансия, это надо подумать. Так, 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 так. Это... Это наше. Это их. Это тоже наше. Так, а это что такое? Жаркое с баракудой, с коренями. Папины дурацкие шутки. В помойку. Твой прабабушка? То есть твой прадедушка? Тоже съехал с прабабушкой от родителей. А потом Первая мировая война началась. Не вижу связи. Ну, я тебе привела факт. А там дела и выгодят. Так, никто моё жаркое из баракуды не видел. Вот специально же глупость написала, чтобы никто этот салат до ужаса не съел. Ужинать одними макаронами. Ну, ты займи у Маришки пару котлет-то. А? Марин, ну и отдадим укропу. Нет. У меня, Анри, рис с жареным укропом есть не будет. Вы проходите, проходите. Присаживайтесь. Хотите, я вам чаю принесу? Хочу, спасибо. У нас коник в деревне был. Чай мастер был заваривать. Он у него такой был крепкий, наваристый. А это всё потому, что у него был особый секрет. И какой-то? Он его на мухоморах настаивал. Еле-еле у него этот секрет выпытал. Мне лучше кофе. А кофе у нас Маринка извела на ворожбу и гадание. Спасибо. Ничего не надо. Ты позови лучше взрослых. Дядя Аркадий сейчас придёт. Он только пафну тебя покормит. Очень смешное имя для собаки. Какая же собака? Кто у нас домашнее привидение такое? Дядя Аркадий в нём души не чает. Он и роднее так не заботится, как обои-то. Дядя твой случайно не того? Нет. У нас вся семья пафну тебя любит. Он же такой безобидный. Посолок там иногда может побьёт. Ну, пробки повыкручивает. Соседке туалет затопил. Но она сама виновата. Она из его миски поела. Соседка? Ела? Она что, тоже ненормальная? Что есть, то есть. Соседи у нас, конечно, не сахар. Слева у нас живут пьяницы. Справа воровская малина. А, мальчик, а в своём уме кто-нибудь в доме есть? Бабушка. Но ей с утра на голову кастрюли упало. Как упало? Дядя Аркадий в домового целился и промахнулся. Аркадий, там риэлтор пришёл. Ага, всё, иду с ним разговаривать. Погоди, погоди. У него какой-то странный клиент. Хочет, чтобы квартира была непременно с привидением. А зачем это? Не знаю. То ли учёный какой-то, то ли просто псих. А, если учёный, то, может, и псих. Так мы же спровадим его по-добру, по-здорову-то. Нет, не надо, Екатерина Андреевна. Нам главное, чтобы этот размен прошёл без сучка и задоринки. А это привидение я ему устрою. У меня это как два пальца. Как раз плюнуть. Я его ещё с Валентиной познакомлю. Призрака вполне достаточно. Ну, если достаточно, то достаточно. А я ему сейчас такую цирку устрою. Нам ещё и доплатят при размене. Всё, беру на себя. Извините, простите, пожалуйста. Аркадий Борисович, так понимаю. Да, он самый. Извините, всё домашние дела. Понимаю, понимаю. Так что насчёт квартиры? Квартирка потрясающая, просторная. На втором этаже много тёмных коморок. Привидение в море. Привидение? Да. А, помню, помню. Здрасте. Андрей, ты домового покормил? Какого домового? Ну, тот, который в ванной. Кухонного я уже покормил. Аркадий Борисович, что-то у вас глаз дёргается? Может, вы простыли? О, да. Какой-то вы не такой. Какая-то атмосферка в квартире. Просто накаляется. Я думаю, шапаш намечается. Шапаш. Ой, Аркадий Борисович, холодная вода принести. Что это? Это ваше привидение? Господи, какое привидение? Что вы наговорили, Аркадий Борисович? Правду. Я ничего не приукрасил. Понятно? У нас такое талантливое привидение. Просто на Магдалине, на гармошке, на чём хочешь играть. Так клиентам своим и передайте. Передам? Обязательно передам, но мне надо уже идти. Да подождите, вы на ужин останетесь. Сейчас придут вампиры. Свежие крови выпьете. Нет, нет. Спасибо. У меня столько дел. Я вас прошу. Не обращайте внимания. Папа просто заболел. Аркадий Борисович, завтра к полуночи приходите и поучаствуйте в жертвоприношениях. Всё, спасибо. Я пошёл смотреть футбол. Какой такой футбол? Там же сейчас Город Ангелов начинает. Я тоже хотел посмотреть этот фильм. Не-не-не. Никаких фильмов. Локомачев играет. Ну, вы тут спорьте, а я пойду включать. Да. Так как это включать? Ну, что, твой телевизор? Вот не ты купил, не тебе и включать. Нет, я слышала, а? Господи, как хорошо, что мы переезжаем. Мама, конечно, не совсем права, но ведь тут Город Ангелов. Какой-то футбол. Я сказала, будем смотреть фильм. Правильно, Светочка, только не горячись. Мы сначала посмотрим Лигу Чемпионов. Понимаешь, я эту неделю ждал. О, молодец, Аркадий Борисович, молодец. Не давай к ним спуску. Так, я сказала, никакого футбола. А я сказал, что мы с зятем будем смотреть футбол. О, ты с зятем. Вот и живите со своим зятем, а я буду с дочкой жить и смотреть Город Ангелов. Ну, конечно, уже. Тут недавно собирались разъезжаться, а здесь вот жить с дочкой. Нет. Мы с Мариной будем жить отдельно и смотреть то, что мы захотим. Ну, нет уж. Если ты хочешь переехать, чтобы смотреть свой футбол, я остаюсь с мамой. Ничего, Анри. Будем жить вместе. Это лофа. Тут никто тебя не пилит. Никаких этих глупых сериалов. Это праздник у нас. Это я тебя пилю. А я смотрю глупые сериалы. Всем привет. Там телевизор с ремонтом привезли. Помогите сонести. Так. Аркаша, Анриша, быстро принесите телевизор. Анриша, вы что, уже не разрешаетесь? Да. Похоже, что жить с мужем ничуть не лучше, чем с дочкой и с зятем. А в монастырь мне пока еще рада. Отлично. Тогда гоните мне 500 рублей за ремонт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова